ЗАО Совхоз имени Ленина выращивает экологически чистую сельскохозяйственную продукцию и знает, как важно проявлять заботу о земле. Если засоряешь пашню отходами жизнедеятельности человека, то здорового урожая ждать не приходится. Но нечистые на руку дельцы в погоне за легкими деньгами очень часто стали использовать земли совхоза и организовывать на них незаконные свалки мусора. Практически каждые выходные и праздничные дни на территорию совхоза, у нас все-таки около 2000 гектар, в разные места завозят очень большое количество мусора. Мы видео нашли, там грузовики с замазанными грязью номерами и сопровождающие машины. Ранее мы уже публиковали расследование, сделанное нашим каналом, в отношении некоторых лиц. Показывали номера автомашин и даже называли имена участников, по нашему мнению, причастных к появлению на земле совхоза мусора. Работниками ЗАО эти данные передавались в правоохранительные органы. Но наказаний для нарушителей, по нашим сведениям, не наступало. Образование очередной несанкционированной свалки на землях совхоза удалось предотвратить благодаря бдительным гражданам. Я на этом поле катаюсь на лыжах каждое утро. В этот раз я чуть запоздал, где-то часов в 11 пришел. И слышал даже, подходя к воротам, слышал рокот. Заглянул трактор, видимо специально на холостых, чтобы не слышно было сильно. Трактор, ну, расчищает площадку, сгребает снег. Я помню, несколько лет назад там пробовали сделать свалку. Ну, это одно. И потом, как говорил, задержал его, обидно, таможенник наш. Я еле перебрался через его кучи и позвонил супруге. Она тут вот все время живет. Позвонил супруге, чтобы, ну, я не знал куда, в милицию. Я не понимаю, что они делают. Вот, дозвониться, Грудинина Павла Николаевича, она не смогла дозвониться. Я ходил, ходил, видел этот тракт. Он какой-то желтый, непонятный, там, с какой-то этикеткой. Вот, видел, он спокойно работал себе. Я уже ушел, позвонил жене. Она мне не перезвонила, что случилось или нет. Вот, даже немножко поругал ее. И нашел телефон сам, и дозвонился. И просто на удивление, вот, прям попал на Павла Николаевича. Первый звонок. Ну, рассказал ему историю эту. Вот, и потом приехал агроном. Где-то довольно-таки быстро. Я еще даже переживал. Я смотрю, тракторист уже вышел из трактора в машину. Думаю, ну, сейчас увезут. И будет, не будет с кем разговаривать. Дело есть, это снег разгребли, а никого. Сергей Трухин почти каждый день объезжает поля совхоза и ловят тех, кто по халатности или даже с умыслом пытается засорять пашню. Вы подрядная организация или чем-то? Да. Вы знаете, что вот это совхозное поле? Да, это не знаю. И вместо того, чтобы вывозить, вы взяли его и увезли. А вы берете его и к нам в поле. А весной мы будем здесь мусор убирать. 17 числа при объезде полей, также при активности граждан сознательных, которые позвонили, что пытаются что-то проводиться, какие-то работы, мы приехали, обнаружили, что здесь ведется вертикальная планировка снега с грунтом, трактором ДТ-75, предположительно, старый, без номеров. Мы заблокировали машину и въезд, чтобы он не уехал никуда. Вызвали сотрудников и написали на них заявление. Сотрудники, в свою очередь, взяли контакты у лиц, которые осуществляли эти. Они позвонили еще кому-то, еще приехала машина. Все это дело фиксировалось на камеру. И благодаря гражданам сознательным, которые не остаются в стороне при нарушении незаконных действий неизвестных лиц, сообщают совкоз имени Ленина. Благодарим мы в очередной раз предотвратили попытку свала мусора. Мы предполагаем. Точно мы не знаем, но просто так в поле делать нечего. Цена на вывоз мусора огромна. Появились вот эти разные хищения и огромное количество машин грузовых. Почему-то никто их как будто бы не видит, хотя тотальный контроль. И они к нам заезжают со стороны Каширского шоссе. И понятно, что там стоят камеры, видеонаблюдения. Но мы пишем заявление по каждому случаю в полицию, в другие органы, там надзорные, технадзоры. Никто найти ничего не может. Если бы была информация и те, кто люди эти совершившие, я думаю, что можно было бы предъявить ущерб. И вот этот мусор за то, что они свозили, наказать их деньгами. Кому охота рядом со свалкой жить. Поэтому я думаю, что люди правильно делают, что сообщают ЗАО. И мы будем благодарны, что они не остаются в стороне. Что предупреждают и сообщают о противоправных действиях. Будут ли привлечены виновные к ответственности в этот раз, предполагать трудно. Но одно можно сказать точно. Благодаря неравнодушию и слаженным действиям, граждане могут противостоять замусориванию нашего родного Подмосковья. С вами, как всегда, был Дмитрий Мартышенко, ТВ Совхоз. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова